За моей спиной находится двухэтажное кирпичное здание в стиле русского классицизма, построенное архитектором Поповым в 1827 году для Петра Казмича Фролова, бывшего в ту пору начальника Малтайского округа. Это одно из самых красивых овеянной легенды здания на проспекте Ленина. Я думаю, многие гопарнаульцы знают легенду о «Голубой даме», поведанную нам алтайским писателем Марком Людалевичем. Согласно этой легенде, ревнивый генерал замуровал свою жену-красавицу в стенах этого здания. И с тех пор, время от времени, признак этой дамы появляется в этом здании. В ту пору рядом с этим зданием был большой сад и фонтан. Входная группа не была украшена барельефами, это появилось позже. Дело в том, что в 1917 году здание было сильно повреждено пожаром, и реставрировалось в 1926-1926 годах. За эти годы в здании располагалось много структур. Дом советской армии, горком, горы с полком. В настоящее время здесь работают комитеты администрации города и наша Барнаульская городская дума. Ресторан «Русский чай» был построен купцами-шадринами. После революции здесь располагалось много организаций и учреждений. И канцелярия была, и библиотека, и даже дом юных коммунаров. Но в 1976 году произошел пожар. Весь интерьер выгорел. Во время реконструкции было принято решение открыть кафе в национальном стиле. Официанты подавали кушанье в национальной одежде, в сарафанах, рубахах. И сегодня ресторан «Русский чай» является украшением в центральной части города Барнаула. Демидовская площадь. Именно с нее началась история города Барнаула. Ранее в народе ее называли «уголком Петербурга», так как ее основатели были учениками известных архитекторов Петербурга и застраивали ее по петербургскому образу. Демидовская, ранее конюшенная площадь, проектировалась для размещения обелиска в честь столетия горного производства Алтая. Ранее на этой площади проводились общественные мероприятия. Гуляли люди, строились горки, заливались катки, проводились соревнования. Это была одна из основных точек притяжения города Барнаула. В центре площади размещен 14-метровый обелиск, который состоит из 12 сегментов серого гранита, соединенный между собой свинцовыми спальками. На этом столбе размещен обелиск Акинфия Демидова. Именно в честь его и названа эта площадь. Сегодня эта площадь является культурным наследием России и гордостью нашей столицы. Здание Барнаульского вокзала основано в 1914 году томским архитектором Лыгиным. Это было связано с строительством Алтайской железной дороги. В 1915 году состоялось торжественное открытие вокзала, а в 1916 здесь уже стали продавать билеты и принимать пассажиров. В 1941 году вокзал стал поистине знаковым местом для барнаульцев. Сюда приходили эшелоны с эвакуированными заводами. Отсюда бойцы уезжали на фронт. В 1950-х годах вокзал перестал соответствовать возросшему пассажиропотоку. И было принято решение построить новое здание вокзала, что и произошло в 1955 году. А в 1958 году вокзал заработал на полную мощь. Сегодня старое здание вокзала является памятником регионального значения. Дом под шпилем является памятником архитектуры 20 века, середины 20 века. В 30-е годы формировалась концепция перестройки города Барнаула из города Заводского в прекрасный город-сад. Дом под шпилем был частью этой концепции. Возведение дома планировалось в 40-е годы, но этому помешала война. Возведение дома стало символом окончания тех тяжелых послевоенных лет. И сам дом стал последним в городе Барнауле, построенным в стиле сталинского неоклассицизма. На сегодняшний день этот дом и эта площадь остается символом этого города и является самым любимым местом наших барнаульцев. Идея открытия такой аллеи целинников и памятника целинника вообще была заложена в проекте в преддверии празднования 250-летия города Барнаула. А в 1984 году был заложен первый камень в аллею этих целинников. А в 1985 году уже был открыт этот замечательный, красивый, монументальный, серьезный памятник. С тех пор это место стало одним из самых любимых мест жителей города Барнаула, жителей Ленинского района и наших гостей, которые приходили посмотреть на этот памятник. Больше скажу, я как выпускник института культуры, у нас была такая традиция, каждый выпускной курс фотографировался, делал фотографии у этого памятника. И сегодня он стоит, возвышается над нами, напоминая нам о тех великих делах, которые делали наши предки. И мы должны эти дела также продолжать, улучшать наш красивый город, содержать эти памятники красоте и порядке, ну и развивать аллею целинников в моем любимом Ленинском районе. Дорогие друзья, мы находимся с вами в микрорайоне под названием Лапландия. Это микрорайон в индустриальном районе. Он прославляется тем, что один из красивых, удобных и оформленных микрорайонов нашего города Барнаула, индустриального района. Можно сказать, что застройщик подошел очень планомерно к развитию этого микрорайона, потому что социальные объекты, такие как детский садик, они строились параллельно тем домам, которые здесь возводились. И тем самым мы получили законченную, конечную инфраструктуру, где есть и садик, есть и парковки, и подъездные пути, малые архитектурные формы. Все создается для удобства наших жителей. Для справки, индустриальный район у нас уже по количеству жителей превысил город Биск, второй город Алтайского края. Более 4000 квартир было сдано в прошлом году. Поэтому очень молодой, развивающийся район. Невозможно оторваться от него, когда люди сюда приезжают из других регионов. У них есть желание здесь остаться навсегда. ИНТРИГУЮЩАЛЬНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...